Добрый день, уважаемые дамы и господа! Вашему вниманию предлагается доклад на тему описания методики выявления комплексов орехов и черств. В настоящее время существует множество методик, позволяющих исследовать личность на сотнице человека, и отдельно можно выделить проективные методики. Одна из не более известных проективных методик, поминание которой появилось в 1938 году в работе Меррея, была названа автором тестом тематической перцепции. Меррея определял тест так, как способ выявления ведущих и доминирующих потребностей в лечении комплексов, конфликтов, которые не осознаются или скрываются человеком. Проанализировав современные исследования, посвященные проективным методикам, мы пришли к выводу о том, что практически отсутствуют специальные проективные методики, позволяющие целенаправленно исследовать именно психологические комплексы человека, в частности, содержание этих комплексов и степень их выраженности. Для проведения специализированной диагностики комплексов нам была разработана методика выявления комплексов ореховых веществ. Цель методики – выявление особенностей психологического комплекса, его вида, содержания и степени выраженности. Наша методика основывается на следующих положениях. Первое. С целью провокации проекции используются фотографические снеги. Так как мы предполагаем, что можно сделать такие фотографии, которые будут провоцировать проявление особенностей восприятия, проявление эмоций, отношения к жизни, ну и так далее. Что можно интерпретировать как проявление комплексов, личностных конфликтов человека, скрываемых или неосознаваемых им. Второе. Проекция предположительно отображает содержание психологического комплекса, а также степень другого выраженности. Третье. Все многообразие комплексов можно разделить на два основных вида – сексуальные комплексы и социальные комплексы. Наша методика содержит пункты, направленные на выявление характеристик социальных и сексуальных комплексов. Нами были выделены несколько градаций влияния степени выраженности комплекса на жизнь человека и обладающего. Первое. Комплекса нет. Такой вариант практически не встречается в реальности. Второе. Комплекс есть, но заметного влияния не оказывает. То есть действует фрагментарно. То есть действует фрагментарно в ограниченном наборе ситуаций. Действие комплекса проявляется в излишне эмоциональных реакциях. Комплекс есть, но оказывает слабое влияние. Я, наверное, просто хочу сократить немножко, чтобы меньше объяснить. Здесь комплексы, но нет такого, как максимально выражено. То есть боль до серьезных нарушений. Дальше. Пятое. Комплекс проявляется прежде всего в высказываниях негативного характера или в высказываниях несообразной, описываемой рассказчиком ситуации. А также в позитивных высказываниях, имеющих яркую эмоциональную окраску. Поэтому позитивные, но не имеющие яркую эмоциональную окраску или сообразные ситуации и высказывания при анализе рассказов на них не учитываются и не используются. Дальше. Стимульный материал. В качестве стимульного материала выступают пять фотографий Ольга Печерски, то есть мои. Фотографии не имеют однозначной интерпретации, то есть предположительно провоцируют как сексуальное, так и социальное проявление. Дальше. Процедура проведения методики. Диагностика по методике проводится в несколько этапов. Первый этап. Испытуемому предлагается посмотреть пять фотографий, выбрать из них ту, с которой ему лучше было бы начать описание и придумать рассказ по каждой из этих фотографий. После просмотра и выбора фотографий испытуемому дается следующая инструкция. В вашем рассказе должны быть персонажи, лучше не меньше двух. Если на фотографии один человек, второй может присутствовать явно или неявно. В рассказе должно быть описано прошлое, настоящее и будущие персонажи. Должны быть описаны события, которые вызывают у персонажа наибольший эмоциональный подъем. Волнение или, наоборот, эмоциональный спад. Огрессию, апатию, удивление, страх, радость. В рассказе должны быть приведены высказывания этих персонажей по поводу этих событий. Помните, нужно придумать рассказ, а не описать фотографию. Дайте волю воображению. Пусть это будет комедия или трагедия. Сонный лимит. И тут я хочу вам показать небольшой ролик. У меня есть фрагменты с испытуемыми. Сонный лимит. Сонный лимит. В любом случае, здесь, по-моему, это сидящие на невесту. Да, невеста на невесту налаживается. Это уже другое. Это же я несколько взяла, просто, чтобы наглядывать. Разбарить. Понятно. Жаль, плохо слышно. Да, да, да. Вообще-то, на первых ягодах не слышно. Моменты я отмеваю. Да, да. Вы поняли, это ситуация. Да, здесь, конечно, мы не слышали. Только мы ничего не слышали. Это очень эмоционально. Я уже сказала, что эмоциональные такие реакции. Мы были высказаны на более интересные, которые мы привыкли. Как сказать, вам понравится? Ну, к сожалению, мы так получили, что не слышали. Ну, иди, иди. И мы можем пробовать дальше продолжить. Да, да, да. Рассказ «Испытуемого», которого мы представляем, записывается не таком. По ходу рассказа экспериментатор задает тестовые вопросы в соответствии с выше приведенной инструкцией. Например, если в рассказе «Испытуемого» присутствует только один персонаж, экспериментатор просит «Испытуемого» ввести в свой рассказ дополнительных персонажей. Если «Испытуемый» описывает изображение, экспериментатор стимулирует его вопросами о том, что это было за история, и так далее. Если экспериментатор сталкивается с эмоциональными реакциями «Испытуемого», выражающимися, например, такими словами, как «прекрасно», «замечательно», «удивительно» или, наоборот, «гнусно», «какая мерзость», «гадость» и так далее, да? То экспериментатор задает «Испытуемому» вопросы, что он имеет в виду, когда произносят указанные слова. В случае, когда «Испытуемый» произносит фразы, которые можно отставать как договорки или несуразницы относительно общего контекста рассказа, экспериментатор задает дополнительные вопросы, пытаясь понять, какой спысл «Испытуемый» вкладывал в эти фразы. Экспериментатор задает аналогичные вопросы, когда ему кажется, что «Испытуемый» выходит от темы. То есть фраза «Испытуемый» – да, но об этом я говорить не буду, расценивается экспериментатором по какой-то темы. В этом и других похожих случаях цель экспериментатора с помощью вопросов попытаться вернуть испытуемого грустного его рассказа и стимулировать его к обсуждению острых тем. Например, в подобных ситуациях экспериментатор задает вопрос, почему персонаж А говорит персонажу в этом то-то и то-то. Связано это ли с сексуальными отношениями, связано это с их социальными позициями и так далее. На втором этапе испытуемого предлагается отвечать на стандартные вопросы, каждая из которых относится к определенным фотографиям. Ну вот здесь я привела, написаны вопросы тоже, чтобы такую высоту не будем не перечислять. На третьем этапе испытуемого по каждой фотографии задаются специальные подобранные вопросы, позволяющие выявить реакции близкие к тем, которые демонстрируют акцентуированную личность. Кроме того, испытуемому задаются вопросы, позволяющие определить уровень его пессимистичности и оптимистичности. Дальше обработка результатов. Обработка результатов проводится также в несколько этапов. На первом этапе запись рассказа испытуемого преобразуется в текст. Далее проводится контекст-анализ этого текста для выявления преобладающего комплекса. Контент, да. При этом выделяются смысловые единицы, предположительно имеющие отношение к комплексам социального и сексуального вывода. Можно ли? Да, честно. Ну вот это обработка результатов. Я, например, привела текста. Здесь просто разными цветами выделен с проявления сексуального и сексуального. Вот так весь текст он проходит, да, выделяется. Далее проводится так. На этом этапе выявленные единицы контент-анализа относятся с признаками сексуального и социального комплекса и подсчитывается их количество для каждого вида комплекса. Указанный подсчет проводится по каждой отдельной фотографии. И результаты суммируются по всем фотографиям для каждого испытуемого. Первый этап заканчивается построением первой таблицы, в которой заносится содержание и количество рассказаний признаков комплекса. Можно? Да, ну вот эта таблица, да, и вот по каждой фотографии, да, вот вы сказали, записываем, да, и подсчитываем. На втором этапе по первой таблице определяется степень выраженности силы психологического комплекса. Можно? Да, и дальше вот, как мы высказываем, называется «Марк». Для этой цели сначала определяется класс каждого элемента первой таблицы, последующий степень. Первый – подключил элементы социального и сексуального характера. Второй – вход от ответов социального и сексуального характера. Эмоциональная реакция на социальное и сексуальные темы. Далее, как бы, на элементу присваивается балл в соответствии с выраженностью, в нём признаку соответствующего класса. Далее подсчитывается количество баллов отдельно по сексуальному, отдельно по социальному комплексу. И делается воду по степени выраженности комплекса. В комплексе нет ну и баллов. В комплексе есть, но оказывает слабое влияние на два овала. В общем, заратуируется до 0 до 5. Вот на третьем этапе анализируются ответы по дополнительным вопросам с целью выявления выраженности реакции действий в тех, которые демонстрировать сейчас как социальная личность. Выраженность реакции определяется по утвердительным и отрицательным ответам на дополнительные вопросы. Каждому положительному ответу присваивается один балл. Далее анализируются ответы по дополнительным вопросам, выражающим… В общем, вы разработали не то методологию подсчета вот этих символов, а всю психометрику.